Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада видеть всех, кто проснулся. Большое спасибо Анастасии Валерьевне за возможность выступить здесь с совершенно новыми данными. Мы их еще нигде не светили и надеемся на активную дискуссию, ваши критические замечания. Известно, что злокачественное новообразование занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности среди населения. Актуальной задачей молекулярной онкологии является выяснение механизмов развития опухолей, в том числе, как солидные опухоли у нас стимулируют ангиогенез, который так необходим для их активного развития. Вообще ангиогенез известно, что контролируется ростовыми факторами, огромным количеством сигнальных молекул. И на сегодняшний день уже известно, что большинство из них переносится с помощью внеклеточных физикул, а именно экзосом. Но экзосом, как видно из графика, сейчас вообще является горячей точкой в молекулярной онкологии, потому что количество публикаций, если вы обратитесь к базе ПАДМЕД, просто растет лавинообразно. За прошлый год вышло более 3000 статей. Конечно, следить за этой темой становится все сложнее с каждым годом. Тем не менее, экзосом, уже стало окончательно ясно, что да, это не мусорные мешки, как сказал Михаил Александрович, это действительно механизм коммуникации между клетками. Экзосом абсолютно необходим для нормального существования организма, и состав, скажем так, содержимый экзосом меняется при развитии патологических состояний. Ну вот в частности, при развитии гипоксии, которая характерна для развития злокачественных новообразований, увеличивается количество экзосом, меняется содержание экзосом, именно возрастают там какие-то характерные микро-РНК, увеличивается в составе их проангиогенные факторы, вот они перечислены большое количество, да. Кроме того, экзосомы способны влиять на пролиферацию и миграцию эндотелиоцитов, что также стимулирует не только ангиогенез, но и не ангиогенез. Собственно, для осуществления своих функций экзосома должна у вас связаться, вернее, провзаимодействовать с клеткой-рецепентом. Это может быть у вас взаимодействие как элегант-рецепторное, которое экзосом просто провзаимодействовало с клеткой-рецептором и затем диссоциировало, то есть не происходит переноса внутреннего содержимого, но запускается определенный механизм внутри клетки. Либо это прикрепление экзосомы к плазматической мембране с последующим переносом содержимого визикулярной мембраны в плазматическую мембрану и переносом содержимого экзосомы внутрь клетки-рецепента. В нашей лаборатории несколько лет назад было высказано предположение, что экзосомы могут, не сливаясь с клеткой-рецепентом, а только прикрепившись, длительно циркулировать в кровотоке и обеспечивать таким образом какие-то дополнительные, более пролонгированные биологические эффекты. Наша гипотеза была первым шагом вообще доказать, что эти экзосомы есть на поверхности клеток. Она у нас подтвердилась, эта гипотеза. Ой, извините, у меня тоже начались скачки. Оказалось, что экзосомы, которые связаны с поверхностью эритроцитов, содержат повышенное содержание опухоли, ассоциированных микро-РНК. И вот, например, панель из МИР-103 и 195 позволяет уже на первой стадии дискриминировать больных люминальным раком молочной железы на первой стадии, на первой-второй стадии от здоровых доноров. Ну, и следующим шагом мы вот, собственно, решили оценить биологический эффект этих экзосом. Для этого у нас были созданы коллекции крови здоровых женщин больных раком молочной железы. Здесь мы тоже, опять же, сконцентрировались на больных первичных, первая-вторая стадия, без региональных удаленных метастаз по возможности. Экзосомы у нас были выделены из плазмы и были получены препараты суммарных экзосом. Это экзосомы плазмы плюс экзосомы, которые ассоциированы с форменными элементами. Экзосомы мы получали путем ультрафильтрации и ультрацентрифугирования. И, кроме того, нами еще, как сравнение, были получены экзосомы из кондиционной среды корционом молочной железы МЦФСИ. Затем экзосомы у нас были охарактеризованы в соответствии с пожеланиями экстрасового физикал-сосайти, а именно трансмиссионной электронной микроскопии, проточной цитофлорометрии и трековым анализом. И затем мы стимулировали формирование капилляроподобных структур в системе инвитро. С помощью экзосом оценивали длину образовавшихся микротрубочек. И затем оценивали уровень ангиогеносоциированных микро-РНК. Для этого выделяли экзосомальную РНК наборами коммерческими Мирвана, Мирнеза, Лэйшенки. И оценивали качество полученной выделенной РНК, проводили с помощью 5-жигоммерческих наборов обратную транскрипцию ПЦР в режиме реального времени. По данным трансмиссионной электронной микроскопии было показано, что полученный препарат экзосом у нас отличного качества. В частности, примесь невизикулярной природы составила менее 15%. Это я называю микрочастицы, не имеющие полноценной мембраны. Скорее всего, это липопротеины низкой плотности, которые соосаждаются при выделении экзосом. Но их было не более 15%. И доля поврежденных визикул с поврежденной мембраной не превышала 10%. По данным трекового анализа были проведены количественные оценки. И показано, что в норме основная часть экзосом у нас связана с поверхностью форменных элементов крови. В плазме их значительно меньше. А вот у больных рака молочной железы доля экзосом с формными элементами значительно снижается. Но из-за очень большого разброса внутри группы сложно вообще сделать какие-то более чуткие оценки. Также было показано, что в плазме крови здоровых женщин экзосомы по размеру меньше, чем суммарные экзосомы крови. А у больных рака молочной железы такой знакономерности мы не обнаружили. С помощью проточной цитофлуорометрии полученные нами препараты экзосомы были охарактеризованы на наличие характерных экзосом поверхностных тетраспионинов. Оказалось, что абсолютно примерно одинаковые популяции у нас представлены как в экзосомах плазмы, так и в суммарных экзосомах крови. И в экзосомах из среды МЦФ-7. То есть наиболее представлены экзосомы, несущие на своей поверхности тетраспионины CD24 и CD9. Но это указывает на то, что, во-первых, полученные нами препараты – это экзосомы. И во-вторых, что все-таки все эти визикулы имеют общий механизм генерации, независимо от того, связаны они с поверхностью формных элементов или только циркулируют в плазме. Следующим шагом мы добавляли пулированные препараты экзосом из плазмы, суммарных экзосом крови, здоровых женщин, больных раком молочной железы, к первичным депривированным эндотелиоцитам из попочной вены человека. И в качестве отрицательного контроля у нас была просто добавлена среда к клеткам, а в качестве положительного контроля среда с добавленной бычей сывороткой. После инкубации в СО2-инкубаторе мы оценивали длину микротрубочек для морфометрического анализа путем фотографирования в четырех полях зрения. То есть эксперимент у нас был, лунки все в триплях, и сам эксперимент был у нас повторен трижды. И вот было показано, что во всех случаях практически у нас идет стимуляция ангиогенеза в результате добавления экзосом к первичным эндотелиоцитам за исключением добавления суммарных экзосом крови здоровых женщин. А в этом случае у нас, если мы сравним добавление экзосом и сплазм здоровых женщин, разница в ангибир получалась в четыре раза. То есть в четыре раза меньше у нас образовывается капилляр подобной структуры по длине. Ну и если мы посмотрим на стимуляцию ангиогенеза с помощью экзосом, выделенных из крови больных раком молочной железы, то тут никакой принципиальной разницы мы не увидим. То есть экзосомы, циркулирующие в плазме, и экзосомы, связанные с поверхностью формных элементов крови, обладают сопоставимой ангиогенез, стимулирующей активностью. Следующим шагом мы оценили уровень экспрессии ангиогенеза, стимулирующих микро-РНК. По литературным данным было отобрано 10 микро-РНК. Как я говорила, экзосомы выделили, подтвердили качество капиллярным электрофорезом. И после обратной транскрипции провели ПЦР в режиме реального времени. У нас получилось, что три микро-РНК вообще пришлось исключить из дальнейшего анализа, поскольку они были обнаружены менее чем в половине образцов экзосом крови больных раком молочной железы. В общем, можно сказать, что уровень ангиогенеза, ассоциированных микро-РНК в экзосомах больных раком молочной железы, выше, чем у полученных экзосомы здоровых женщин. За исключением вот одного случая. Это МИР-101. Первое. МИР-101, она является как раз, наоборот, ингибитором ангиогенеза. И вот действительно, вот то, что мы видели, ингибирование в четыре раза по сравнению с экзосомами плазмы, мы вот видим вот эту вот разницу, единственную достоверную разницу, все остальные у нас отличия оказались недостоверны. Вот. Мы видим эту разницу для суммарных экзосом крови здоровых женщин. Ну и в заключении время уже у нас ограничено. И вот хотелось бы сказать, что вот по трековому анализу, то есть мы охарактеризовали наши визикулы, с помощью проточной цитофлорометрии подтвердили их экзосомальную природу. И впервые вот обнаружили ангиогенез, ингибирующая активность экзосом ассоциирована с форменными элементами в норме. И показано, что добавление суммарных экзосом крови в четыре раза снижает рост и формирование капилляроподобных структур по сравнению с эффектом от добавления экзосом плазмы. Уровень экспрессии ангиогенез, ингибирующий микро-РНК-101, достоверно повышен в составе суммарных экзосом крови здоровых женщин. И впервые установлена ангиогенез, стимулирующая активность суммарных экзосом крови больных рака молочной железы в начальных стадиях. Показано, что при раке молочной железы экзосом обладает сопоставимой ангиогенез, стимулирующей активностью по сравнению с контролем. Показано, что ангиогенез, стимулирующий микро-РНК, у нас представлена более высокой концентрацией в составе экзосом Больных рака молочной железы по сравнению с контрольной группой, но статистически значимой разницы не обнаружено. Наше исследование было выполнено большой группой сотрудников не только нашего института, но и вовлечены сотрудники Новосибирского областного онкологического диспансера, Томского, а не онкологии. И работы с клетками были выполнены в Московском государственном университете под руководством Академика Ткачука Силдар Сенча. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы из зала есть? Да, пожалуйста. Я хотела спросить, а Вы при этих условиях характеризовали общее количество внеклеточной ДНК, например? Ну, считается, как бы традиционно, издавна считается, что при метастазировании, там уже и, вероятно, при ангиогенезе, количество внеклеточной ДНК больше. Как-то соотносится вот увеличенное количество ДНК с увеличенным количеством, увеличенное количество экзосом с увеличенным количеством внеклеточной ДНК? Спасибо. Конкретно в этих образцах мы этого не делали, но вообще в лаборатории у нас, вот и у меня, собственно, имеются публикации о том, что уровень внеклеточной ДНК, конечно же, повышается в крови онкологических больных. И у больных с метастазами он достоверно выше, чем на первой стадии чаще всего. Но также, как, собственно, и экзосомы тоже, их содержание в плазме крови онкологических больных возрастает по сравнению со здоровыми донорами. Но конкретно вот в этих образцах мы такую задачу себе просто не ставили. Поэтому вот таких корреляций, вот прям строго сказать, что вот у этого человека, да, повышен и уровень внеклеточной ДНК, и уровень экзосом, я так сказать не могу. Правильно ли я понял, что оценивали проангиогенную активность экзосом, выделенных из разных фраций, на хювеках по изменению количества длинных микротрубочек? Да, да. А больше никакие критерии не исследовали? Просто я объясню, почему я спрашиваю. Это, мне кажется, один из параметров, да? Если вы работали с культурой клеток, ну там же можно посмотреть массу всего другого, пролиферацию, синдос, ВДЖФ, ну и, в общем, всех хороших вещей, которые прямое отношение имеют к ангиогенезу. Может, там была бы какая-то более интересная разница, чем у вас получается? Полностью согласна. То есть, как бы сейчас задумок много, но пока количество рук у нас и количество денег ограничено. К тому же, да, те же самые репортерные, если репортерный анализ, вы затронули мое больное место, показав 101-ю микроэрм. Да, 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 я тоже посмотрела у вас презентацию. Помимо ангиогенеза, она является одним из активных ингибиторов ПТЭНа и активаторов ПИАТРИГЕ. Это же можно посмотреть тоже, может быть, там будет более интересная какая-то разница между здоровыми и донорами. Спасибо. Спасибо вам. Свет, можно еще такой теоретический вопрос? То есть, получается, если я правильно понимаю всю эту историю, то экзосомы, ассоциированные с эритроцитами здоровых женщин, каким-то образом супрессируют процесс ангиогенеза. Да, да. А никто никогда не думал, а зачем и почему, и что это такое вообще? Ну, мне вот, честно говоря, намного интереснее было вообще вот такие интересные весы. То есть, получается, экзосомы, циркулирующие в плазме здоровых, вот если просто отделить плазму, то есть, они активируют ангиогенез, а те, которые связаны с клетками, они его супрессируют. А в результате мы получаем в норме прекрасное вот то равновесие, что получается там, где надо, у нас ангиогенез идет, там, как бы, да, как ни крути, а где не надо, собственно, его и нет, да. А вот у больных рака молочной железы, у них вот все глобально нарушается, то есть, у них, получается, экзосомы и те, которые циркулируют в плазме, и те, которые связаны с формными элементами, они у вас все стимулируют ангиогенез, ну и вот, собственно, опухоль начинает активно расти. Да, то есть, это вообще какой-то такой новый совершенно феномен, я не вижу никогда ни разу. Это новые данные, мы их еще вот, вот только указал, мы еще даже их не публиковали. Спасибо большое. Все, наверное, тогда с вопросами заканчиваем, двигаемся. Ну, хорошо, давайте еще один, а то я вас уже второй раз. Представьтесь, пожалуйста, это вот. Елена Анатольевна Шостакова, МИДС-онкология имени НН Блохина. Ага. Вот я хотела спросить, вот МИР-101, да, которого определили, но эти микро-РНК, они почти регулируют трансляцию определенных МРНК, это известно, каких МРНК, там, трансляцию они регулируют, или что делают этот МИР-101? Как она, какой молекулярный механизм, что они влияют на ангиогенез, так сказать? Морфологически видите, а какие там молекулярные сигнальные пути? Мы пока более глубоко, это вот только-только получили, обсчитали, мы пока вот далеко еще не успели разобраться к своему студу. Понятно, но какие-то литературные данные есть? Есть, есть. Какие МРНК они там могут регулировать? Есть, но пока вот это как-то все в стадии осмысления. Субтитры создавал DimaTorzok